Добрый вечер! Продолжаем наше занятие по книге Хувата Ливавод. У нас идет 147 занятие. Мы находимся в вратах девятых, название «Отрешенность». Название, общий заголовок «Отрешенность» сразу же представляется нам как нечто очень отдаленное от нашей обыденной повседневной жизни, что нам и до «Отрешенности» разобрали на предыдущих занятиях, что когда мы доходим до глубины понимания того, как это понимает Тора, то выясняется, что соблюдение правил Торы, соблюдение того, как Тора нам объясняет, где тот самый средний путь, который надо выбирать в жизни, во всех жизненных ситуациях, в принципе он определяется как «Отрешенностью» в каком-то смысле. В каком именно смысле, мы уже разобрали, в общем, сейчас мы войдем в детали. Переходим к разделу пятому, и в этом разделе конкретно проявится, в чем конкретно нужно себя ограничивать, в чем проявляется «Отрешенность» это еврейская. На вопрос о том, каким образом следует отрешать себя от мира, согласно нашей Торе, я отвечу, я отвечаю, что это нужно делать в трех сферах. Во-первых, в наших отношениях с другими людьми и наших связях с ними. Во-вторых, в сфере наших дел, не касающихся других людей, но только наших телесных чувств, видимых вокруг нашего тела. В-третьих, в сфере наших дел, касающихся сокрытого в душах наших, наших душевных качеств, мыслей, сердечных помыслов, хороших, дурных. Все это намереваюсь объяснить кратко, по мере моих сил, с Божьей помощью. Что он говорит? Он говорит, смотрите, давайте разобьем, все очень просто, вся жизнь, человек, кроме того, что есть отношения между человеком и Творцом, все остальное, две категории. Человек сам по отношению к себе, человек по отношению к другим людям. Это три сферы, которые есть. Он говорит, давайте разберем эти две. Только третье, человек по отношению к себе, разбивается еще на две. Какие? Надо присмотреться, кто я такой с точки зрения моих деяний телесных, то, что связано с телом. И то, что связано с моими душевными качествами, это то, что внутри сидит, у человека есть и то, и то. Есть наши физиологические потребности, есть душевные потребности. Присмотримся к ним и посмотрим, как там эта отрешенность, она должна проявлять себя. Итак, он говорит, пути отрешенности в наших связях с другими людьми таковы. То есть, отрешенность по отношению к другим людям. Обратите внимание, отрешенность по отношению к другим людям. В чем она должна проявляться? Приветливое выражение лица и выражение радости при встрече с ним. Вы слышите? Вот вам еврейская отрешенность. Отрешенность она состоит в том, что мы от чего должны отрешаться? Правильно я сказал? От чего надо отрешаться? От своего внутреннего состояния, грусти, подавленности. У меня проблема, у меня то, вы это кого? Это волнует. Маму. Волнует. Папу, может быть. Может быть, еще там кто-то кого-то волнует. Волнует только самого человека. Другие люди на улице, знакомые, прохожие, сотрудники, соседи. Их это не волнует. Отрешенность должна быть от того, что вот если у меня плохо, я им всем покажу. Не надо никому ничего показывать. А и тем более с этой каменной физиономией, так сказать, 9 авгу, то уж точно не надо ходить везде и пугать всех. Приветливое выражение лица и выражение радости при встрече с ним. То есть человек должен, не должен идти с улыбкой на лице, да, и идёт улыбка в лице. Это человек не совсем, по-видимому, нормальным будет считаться. Это не по этому речь идёт. Можно ходить серьёзный, можно ходить задумчивый, можно ходить... Но если вы встретили кого-то, значит, надо быть приветливым. Выражение должно быть радости при встрече с любым человеком. Отрешиться от того, что мы чувствуем там со своими какими-то проблемами или ещё с чем-либо. Отрешиться от них. Теперь. Но это не всё. Какой акцент что делает? Смотрите, обратите внимание. Это очень-очень важное определение, которое он тут даёт. Каким должен быть человек? Каким должен быть человек? Приветливое выражение лица и выражение радости при встрече с ним. В сочетании со смирённостью, скромностью, мягкой речью и внутренней, а не только внешней, почтительностью в обращении со всеми. А-а-а, слушайте, а это за ёфи. Слушайте, как это? Вот это человек. Это вот это. В принципе, каждый из нас чувствует, что встреча с человеком, который встречает нас радостно. Приветливое выражение лица. Но при этом чувствуется в нём смирённость, скромность и мягкость речи. Почтение, впитительное обращение, уважение. Ну, с таким человеком как-то хочется общаться, по-видимому. Это и есть путь отрешённости. Снова. Это путь отрешённости от всего остальных, всех остальных пониманий, всех остальных представлений об этом человеке. Как-то надо понимать, вот так надо себя вести. Так разум должен нас обязать, как себя вести. Это и есть отрешённость. Это не так просто сделать. Человек всегда погружен в какие-то свои мысли, свои проблемы, чувства. Иногда, иногда просто боль. Болеть, болеть, ещё что-либо. Все примеры наших мудрецов и праведников, которые рассказывают, они никогда не показывали, что там внутри у них происходит. Когда надо было встречать человека, встречали, встречали его радостно, приветливо, всегда были скромны, всегда обращались с другими людьми с почитанием. Вот вам пример первого он приводит. Дальше. И ещё. Следует проявлять милосердие, прощение и снисходительность по отношению к ним. У нас довольно-таки хорошо и сильно развито чувство критики. Не самокритики, критики. То есть мы недовольны другими людьми, поведением другим людей, замечаем недостатки у них. Всегда хочется указать, подсказать, направить. Что-либо, критическое, какой-то тон. Речь идёт о просто встрече. Не когда пришли, вы психолог, а к вам пришли на Типуль, на терапию, на консультацию. Да, да, естественно, там это не про это речь идёт. Просто в общении между людьми. Проявлять милосердие, прощение и снисходительность по отношению к ним. Мы не всегда себе действительно... Это не то, что наша критичность, она лишена какой-либо основы. Вовсе нет. Есть люди, которые ведут себя не очень достойно. По справедливости нужно к ним отнестись соответствующим образом. Но это не мир отрешённости, как он говорит. Мир отрешённости надо отрешиться от своего понимания. И нужно к ним относиться с прощением. Когда они вас, предположим, обидели. Снисходительностью. Когда сделали что-либо, которое их надо было бы осуждать. И тем не менее, не это делать. Смотреть на них по-другому. Проявлять милосердие даже для тех людей, которые, может быть, даже не достойны этого. Третье, он говорит. Быть необременительным для людей и помнить сделанное им добро. Необременительным для людей. Ну, это качество, кстати, у нас, у большинства, хорошо развито. А участие, наоборот, вообще не развито. Быть необременительным. Что такое бремя? Бремя это... Встретились, и вдруг выясняется, что у него есть и такая просьба, и такая просьба. И сходи со мной, и дай мне это. И человек совершенно не понимает, что он обременяет другого с вами. Ну, что тебе? Ну, какая разница? Помню, как один, много лет назад запомнилось, как один... Наш брат, двоюродный брат, человека этого, который я просто в свете сцены был, он купил машину, а то говорит, о, молодец, Мишка, давай, ты можешь мне это сказать? Мы, они жили в Натане, говорит. Может, ликфоцла идти ла хайфа? Ты можешь мне это сказать? Подскочить? А, подскочить по-русски говорят, да. Давай, подскочим, там мне забрать посылку, можно, так сказать, в Натанию и назад? То есть, подскочить, то есть, это где-то поездка на час туда, час обратно. А какая, ну что тебе, какая-то, давай, вот... Видимо, тут нет меры отрешенности, да, вон она не... Быть необременительным для людей, понимать о том, что любая просьба, ты еще обременяешь, это недостаточно сказать, я извиняюсь. Хорошо, извиняюсь, но ты же вот человек обременяешь, надо здесь раз подумать. Интересно, что этим качеством, это, это, мамаш, видно было, как, как даже в самых тяжелых ситуациях, мудрецы не хотели обременять никого. То есть, они старались до конца, все рассказы известны, что когда приходили просить у всех истории про Рависка Казильбрадзах, про Рахшаха, про всех, просили что-то, или надо было достать книгу, или еще что-то, они никого никогда не просили. Сами куда-то лезли, залезали, доставали, нужно было взять лекарство, сами вставали, никогда никого не просили. А культура, вот такой, прийти домой, развлечься, и тут же начать всех, так сказать, принести чай, или поднести тапочки, или еще вечно просить кого-то, создавать конфликтную ситуацию, потому что, как правило, не так домашние быстро отреагируют, а если отреагируют, может, не с тем видом лица, или так далее, всегда какая-то из этого будет проблема. Не обременять других людей, человек должен заботиться о сам себе, не все, что нужно, возьми сам. Если, естественно, речь не идет о том, человек ограничен, он инвалид, он болеет, у него, про это речь и не идет, здоровый, крепкий, то не следует делать это. И помнить сделанное им добро. То есть надо все время помнить о том, что если кто-то сделан добро, это отдельная тема, о которой мы много-много говорили. Рабин и Бахи строят вообще служение Всевышнему на силе под названием благодарности за содеянное. Поэтому мы очень-очень должны быть насторожены к тому, чтобы вернуть добро всем тем, кто нам когда-либо сделал добро. Это одна из основ еврейской жизни. Дальше. Быть готовым делать им добро. То есть, обратите внимание, как сказано, надо заранее быть готовым делать им добро. Если мы об этом не думаем, не готовы и так далее. Встретили такого человека, и появилась возможность воздать добром за добро. У нас будет там большая борьба внутри, сделать, не сделать. А если мы заранее подготовим, мы готовим к этому, знаем, что надо вот только дай мне возможность. Пожалуйста, сделаем это. Нежелать и не надеяться на выгоду от них и отрешиться от мысли о том, чтобы заполучить себе то, что есть у них. То есть, когда мы делаем добро, чтобы у нас не было какое-то... Задние мысли. Задние мысли. Получить какую-то выгоду. Это отменяет все добро. Для чего? Уж делать добро, и тут же, значит, это сделать плюс, а потом минусы с нулем. И еще. Следует помогать людям, как в том, что связано со служением Богу, так и в делах этого мира, и указывать им путь к тому, чтобы обрести благословение Бога. Ну, это уже более... Высшая мера. Каждый понимает, что если есть возможность, в нашем времени уже очень тяжело делать эту границу, и непонятно, мы помогаем или наоборот, иди, знаешь, отталкиваем человека. Требует большая осторожность. Тогда это было возможно. Былые времена, а люди были готовы выслушать наставления. В наше время, увы. И еще. Что есть отрешенность? По-еврейски. Кротко терпеть их речи. Когда они тяжелые и неприятные нам. Изливать свою душу в молитве перед Бога, а не перед ними. Воздерживаться от застолья с любителями есть попить и веселиться. Вместе с тем, со всем этим, остерегаться всего, что может привести человека, находящегося в обществе, к непослушанию Богу и выходу за границы скромности и соответствующей туры нравственных норм. То, видите, еще несколько пожеланий жизни в обществе. Очень-очень важных. Терпеть их речи, когда они тяжелые и неприятные нам. Обратите внимание, поговорить все любят. Приятная беседа. Нет проблем. Ты сказал, закончил, сейчас я скажу. А ты закончил, сейчас я скажу. И беседа идет. А иногда параллельно можно не слушать друг друга. Хорошо поговорили, разошлись, посмеялись. Но бывает такое, что человек не осторожен спросить другого, как дела. И он начнет рассказывать. И рассказывает, и рассказывает, и речь его тяжела, и ситуация, вы понимаете, что вы ничем помочь не можете. И он все рассказывает, не может остановиться. кротко терпеть их речи. Надо терпеть их речи. Терпеть. Когда они тяжелые. И еще и неприятные нам. То есть не все люди умеют изъясняться в приятной форме. Не каждый жизненный рассказ, он, уши могут вытерпеть. Тем не менее, видите, как тут сказано. А с другой стороны, то есть тогда, когда я в качестве приемника. Но я же могу еще быть в качестве передатчика. О, вот тут надо, тут обращается к обеим сторонам. Тут не только жертва, из которой должна все это выслушать. Но есть тот, который создает эту ситуацию. Тот, который изливает эту душу. Поэтому обращается он и к всеми другими, говорит там. Попался. То есть тот, кто на тебя все это вылил, все это не учил. Терпи. Терпи. Но если ты сам чувствуешь свою потребность, ну не выливай, а на других. Чем они виноваты? Чем они виноваты? Хотите заплатить, пожалуйста, люди за, я знаю, там за 500-600 шекелей, 45 минут, выслушают все, что у вас есть сказать. Но опыт показывает, что как доходит дело до вот такого за оплатные услуги, все, что хотел сказать, все пропусто испарилось из головы. Так люди говорят, не знаю. Может, если по-другому. Не надо изливать. А, спросите, ну хорошо, но мне же болит. Верно. Видите, ну он говорит, хорошо, излить, конечно, надо, я же не говорю тебе не изливать, только изливай Богу, кому ты... встань, молись, говори. Надо говорить, надо говорить, надо молиться, надо, надо... Потому что, что человеку болит, надо прямо говорить рыбой на иншалон, год ты, не год ты, не надо говорить. Как все говорили наши, наши все, бабушки все так говорили, они не все, все говорили, все обращались к Богу. Не выливали все это на других. и еще дополнительно находимся среди людей нас это очень-очень касается воздерживаться за столе с любителями есть пить веселиться то есть если мы попали в компанию где основная тема это покушать есть такие то есть поесть поесть вкусно хорошо там основная тема это гастрономические или кондитуре это самое он говорит что мера отрешенности да то есть не значит что там мера отрешенности не стараться как-то избегать этого застолья с ними не ходить скажем в ресторан знак где изначально это точно как бы это намечено чтобы там наезд только это единственная тема единственная цель этого то есть остерегаться всего что может привести человека находящийся в обществе к непослушании богу явно что если мы пошли в какое-то знаю там на 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 пляже ресторан еще какое-то место явно там бога не и не стоит удивляться что там как он не присутствует наше присутствие там отдаляет нас от служение бог надо воздерживаться это очень коротко то что он говорит о путях отрешенности с другими людьми вами перечислили теперь давайте перейдем к тому что принадлежит ко второй сфере отрешенности то есть к нашим делам не относящимся к другим людям а только к нашим телесным чувствам и виден им органам нашего тела брит то но у человека есть физиологические потребности давайте поговорим о них он говорит чтобы было ясно надо разбить это на две составляющего на две части первое из них принадлежит отдаление того что запрещено нам торой и связаны с исполнением запобедей не делай а второй части относятся отдаление от разрешенного от всех видах выгод и удовольствие которые разрешены торы о тут очень важный важный момент мы все знаем о том что тура оставит нам некие границы на наши потребности которые есть она не говорит нельзя вообще она горит есть границы из границы на что раз что-то нам запрещать это вам будет вредно не надо заставлять себе зла а другой стороны есть то что в торе не указано что это запрещено то есть это можно и тем не менее как мы учили с вами в третьих вратах вратах служения к ним как вот именно в этом месте где непонятно есть запрет не запрет а то то есть нет никакого запрета дань с другой стороны нету тут тоже нужно сделать ограничение так говорит нам мера отрешенности теперь он говорит чтобы разобрать это еще более ясно надо он говорит так из этих двух упомянутых частей разделяется еще на три то есть это давайте разобьем эти две на 3 запрещено торой на 3 то что не запрещено торой тоже делится на 3 перечислим каждый из упомянутых частей разделяется еще на три первые из двух частей разделяется следующим образом все что запрещено нам торой обязательно приближет к одному из трех видов первый первый из них то к чему человек стремится по природе своей запретные связи присвоение чужого одолжение под проценты запрещено запрещено еда напитки первый отъезд это то что хочется сильно сильно хочется теперь что хочется что хочется видимо выставил по порядку больше всего хочется чужой жены или чужого мужа запрещенные интимные связи что еще хочется очень хочется присвоить чужое а вот у него вот такое а это и я хочу очень сильно хочется нельзя одолжить под проценты все можно заработать с легкостью тоже нельзя запрещенная еда очень хочется покушать нельзя есть и напитки все это нельзя все нельзя все нельзя но хочется это первая категория вторая категория говорит к чему у человека по природе его нет ни стремления не отвращения ни то ни другое прийти внимание такое стоков и еврей только в торе такой например запрет надевания одежды с смесью льна и шерсти шатность слышали такое у кого-то есть к этому какое-то отношение вы почувствовали что вас это претит вами ли это набрать тянет вас ни то и другое но это запрещено или соединение разных видов запрещенным образом когда сеть вместо виноград и пшеницу или запрягают вместе быка и осла келяй тоже запрещено нам голову не пришло что чё отчет такого в общем но тара запрещает употребление в пищу мясного все смеси с молочным или запрещенного животного жира и прочим да это все это второй вид то есть это такое что-то инертное такое не то и не сё третий вид то к чему человек по природе своей испытывает отвращение например употребление в пищу падали мясо трефа крови и многих видов животных которые человек не стал бы есть даже если бы они были разрешены например восемь видов мелких животных которые описываются в торе всякие разные мыши крысы ящерицы там всякие лягушки хотя лягушек едят там есть места где-то деликаты а душа принципе должна быть неприятно все это есть три вида он говорит кстати говоря это очень очень интересный анализ которым проводит во всем мире то что ограничивают голова человека это то что человеку понятно что есть в этом какой-то смысл из какая-то пользусь мы тут мы находим ограничения которые которые часть из них понятны часть них вообще не понятно а часть непонятно почему надо запрещать вообще если это само по себе отвратительно то значит что нужно в чем же будет состоять отрешенность в чем же будет состоять отрешенность о слушай сейчас внимательно тебе брат мой следует учить и воспитывать себя отрешать от всего от чего повелел бог отдалять себя пока твое отвращение к запрещенным удовольствиям и вожделениям не дойдет до такой степени что для тебя даже те из них которые притягательны станут такими же отвратительными как и те которые гнушаются все люди и тогда для тебя вступить связь запрещенной тебе женщина или взять мелкую монету недозволенным образом или создавать себе почет за счет позора и унижения ближнего все к чему стремится человек по природе своей будет столь отвратительно как пить кровь или есть мышь или другую мерзкую тварь другими словами делать вещи которые гнушаются и тело и твоя душа и когда ты достигнешь такой ступени своей отрешенности от вещей запрещенных так что тебе уже не надо бы принуждать к тому твое естество не испытывая душевные муки ты окажешься среди тех кто спасется от греха и падения из-за падений среди тех о которых сказано не подстережет праведника на пути его никакой грех в чем же стоит отрешенность то что касается наших телесных потребностей нашей физиологии он разбил эти на три категории из которых одна это естество наше тянет сделать это нарушение другая инертная не туда и не сюда и третья но по природе своя но отвратительно непонятно даже для чего нужно было это все запрещать и так никто не будет речь что он говорит для чего нужна третья категория вот этих всяких разных этих мышей ящериц и прочего и запрещать нам и то есть мы так это не будем есть ты же видишь ты чувствуешь как ты это не хочешь видишь чувствуешь теперь возьми вот это чувство отвращения и сделай копипейст да по-русски даже не знаю как это перенеси это на скопируя это на то что к тебе жутко тянет тебе к этому с этим ощущением представьте себе что ты хочешь есть ящерицу а ящерицу это такое отвращение какое-то не знаю что это отвратительное животное оно постарensional столько времени, сколько она ползает она на надо ну как там, говорят, съешь ааа мне хочется этого есть отвратительно вот это чувство что мы делаем говорит а секундочку но меня куда тянет меня тянет например стащить у кого-то вот то что плохо лежит сам виноват верно привыкли это должно быть отвратительно говорит вот это приклей это чувство к этому действию прокрути это в твоем мозгу в воображении еще раз еще раз при любодействии право влево в основном лево это 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 бич современный человек должен выработать себе ощущение что это 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 противно сколько людей борется с пор на зависимостью это сейчас просто вообще не кошмарные масштабы стал ведь какой хороший простой путь отрешенности от всего этого представить себе еще раз еще раз еще раз воображение мерзость этого это 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 ужас это что людей которые которые проходят это они все говорят что в момент я царь их берет за горло и они могут оторваться но после этого приходит ощущение разочарование от себя приходит ощущение в какой-то низости от этого о надо использовать этот момент и что действительно приклеить к этим картинкам к всему этому вот это ощущение как будто съел ящерицу крысу не знаю что жучкову паучку съел съем то что он говорит это мера отрешенности и тогда что произойдет если мы люди говорят ну я не могу ну я не могу и начинает ходить и психологи и 12 этих шагов и то это есть которые у работы с которой не работают которые а практика показывает что людей не выходят что вы куда выходите сделали что-либо чтобы освободить себя от этого сами бесплатно ведь простой путь если только начать тренироваться до того как не в момент когда это происходит момент когда уже перед делать нечего уже вы проиграем все а до того в голове еще раз еще раз эти упражнения проделать это не так сложно приклеить каждой картине отвращение то время в ситуации одно с одним одним молодым человеком который не мог избавиться всего это такой же водовый подход как только появляется картинка взрывать и что такое найти если на этом знаете как на на есть стрельба по уткам то есть соревнование такое где-то откуда-то утку значит как бы искусственную как бросать надо успеть надо ее успеть его это подстрелить вот представьте себе что это значит потом воображение это утка появляется женском образе и вы раз и взорвали еще раз еще раз еще раз сначала по интерес потренироваться на сухую а потом когда это берет за горло и проявляется тогда есть силы бороться против этого ведь вам предлагает гораздо еще более действенное средство приклеить к этому ощущение мерзости это называется отрешенность хотим давиться меры отрешенности тогда у нас не будет естественно тянуть не на третью категорию совершенно будет ясно что мы ничего не нарушим во второй а в первое которое тянет нас как магнитом у нас будет какие-то силы противостоять этому дальше также отрешенность в отношении вещей разрешенных нам торы тоже бывает трех видов тоже три вида есть в отношении еды отрешенность первого вида выражается в том что человек потребляет пищу не раз не рассчитывая на удовольствие на нее но лишь потому что он не может существовать без неё и обеспечить свои потребности это великие праведники и на там большие большие люди паскеты вообще не получать удовольствие от еды есть такое существует второй вид человек потребляет разрешенную пищу следуя в этом компромиссному пути он рассчитывает на удовольствие от нее приемлемой мере не умножая его и не оставляя его на произвол своего дурного побуждения но только для удовлетворения своей потребности он есть хороший хлеб с вкусно приготовленными вареными блюдами пьет хорошее вино в умеренном количестве подобным образом ведет себя в отношении одежды жилище и в прочем ведь золотая середина когда человек не отрешается он не делает все усилия чтобы чтобы изначально есть не пищу невкусную который полностью пытается от решиться от от удовольствия этого а едят но все в миру и и точно также в меру по меру своей потребности я извиняюсь по мере своей возможности и потребность человек живет и потребляет этот мир он бедный ну значит согласно этого и устанавливает свой обед и квартиру и я знаю там все остальное он богатый послали его сверху на соответственно этому он живет в с таким у него такой обед он мог бы позволить себе гораздо гораздо больше нет ну естественно что его трапеза она не подобно тому у которого нет средств естественно что живет в доме не подобно тому которую средства не существует это золотая середина третий вид человек потребляет разрешенные блага доставляющие наслаждение в чрезверном количестве до такой степени что это приводит его к запрещенным наслаждениям привлекает его от исполнения своего долга перед богом то есть третье это когда человек не имеет никакой границы то есть если только поставят перед ним какие-то явства которые он любит он до тех пор пока не станет тошнить он не перестанет есть будет есть 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 это третий вид когда мы переходим за эти границы средозвольного ну где тут мера отрешенности вот у нас есть к 3 3 вида в том что разрешенный торой то есть тора ничего нам не говорит по поводу по поводу еды она не говорит не ешь ничего не говорит по поводу того нужно ли наслаждаться еду или нет наоборот видим что сам бог дал нам чувство удовольствие от еды ну казалось бы если это так начнут на и пользу я ведь есть три как бы три вида людей как как этому можно относиться где же мера отрешенности и для тебя брат мой было бы правильным ограничить себя по мере сил в разрешенных удовольствиях до такой степени чтобы они стали для тебя подобны запрещенным чтобы ты не оставил тору не заброса свои обязанности и по мере разумения твоего остерегайся береги свою душу и отдаляйся от всего что может отдалить тебя от заповедей данных богом дело это в сердце своем и глубине души если не можешь освободиться для дел связанных с твоим будущим миром из-за забота пропитание жизненно важных потребностях твоих из-за занятий твоих в этом мире что он говорит какая мера отрешенности вот в том что не запрещено тоже он говорит смотри видишь есть третий вид людей ты же видишь что эти люди они не в состоянии поставить себе границу более того это большинство а с другой стороны ты видишь что есть люди которые изначально полностью себя отрешают от всего от всего они помню ком рассказывали один из мудрецов нашего последних времен когда жена его ушла из этой жизни он овдовил то он женился второй раз и вот кто-то из свидетелей этой сцены когда жена приготовила ему на молодая жена даже на и было победиму за за 50 60 можете за все 70 она приготовила ему суп борщ не знаю мужа он попробовал поставил ложку она была очень удивлена я так старалась а как может быть это не вкусно может быть ему горит дорогая мы послушает сказала вся проблема что это вкусно я всю свою жизнь уже прожил там уже 60 70 лет я жил чтобы бороться своим желанием со своим датим дурным побуждением к тому что вкусно и ты хочешь что в конце жизни я все это испортил все поменял поменял все свои привычки попросил ее о том что они как-то договорились конечном методе и таких примеров множество то есть есть такие примеры отрешенности от того от от еды от еды прав деслера по-моему да про него рассказывать что она даже в лондоне проходил оконного места и он почувствовал запах еды очень очень вкусный в этот момент он взял на себя обед были без обеда не проходить в при вообще около этого места он обходил это 2 2 улицы чтобы просто не обходить этом есть говорит он вы же видите что если такие люди да если вы начнете находясь вот как прийти к золотой середине если вы в себе разовьете ограничить себя по мере сил в разрешенных удовольствия до такой степени чтобы они стали для тебя подобно запрещенным это то что он говорит снова глядя на этих вы можете понять как можно исправить себя и дойти до этого состояния когда уже не будет тянуть к вот как у этих видов чтобы он потреблял разрешенные блага в чрезверном количестве границ сможет поставить себе границу и так во всем а в чем проблема почему надо ставить эту границу вообще есть связь так он объясняет связь прямая между тем что человек он потребляет от этого мира больше чем необходимо то есть он чрезмерном количестве все это делает и с тем как его служение всевышнего ведь одно связь прямая чем больше потребление то есть она обратно пропорционально а чем больше наслаждение от этого мира тем меньше желание служения всевышнего поэтому он и говорит что остерегайся иначе если ты не отречешься от этого то можешь оставить тору и забросить свои обязанности перед ним и дальше как он говорит остерегайся бери свою душу и вообще надо знать что все делай в своем сердце делай это в сердце своем и в глубине души это отрешение имеется ввиду если не можешь освободиться от дел связанных с твоим будущим миром и за забот о пропитании и и жизненно важных потребностях твоих и за занятий твоих в этом мире как свидетельствуют наши мудрецы будь благословен их память многие из них заботились о своих делах материальном мире вместе с тем отрешаясь от него вот эти внимание то есть речь идет о людях которые которые жили в этом мире но при этом отрешались от него то есть кто например как абахильке который работал землекопом шамай который занимался строительством или элель зарабатывал на жизнь колкой дров и много примеров наших мудрецов которые они зарабатывали на жизнь работать они должны были работать обязаны были работать но при этом они отрекались от всех удовольствие этого мира берите от них пример так он говорит и пусть стремление отрешиться от мира живущие в твоем сердце не удерживая тебя от этих необходимых неизбежных трудов потому что ты трудишься для них потому что ты трудишься для того чтобы иметь возможность служить богу как мы уже говорили но как только ты сможешь оставить эти занятия заработал сколько тебе необходимо оставь их ради служения вот снова по поводу работы ну это мир отрешенности мера сидут это каждый раз тут надо выяснять не всем огульно это относится на факт тому что он говорит человек да должен работать до должен заниматься но как только он имеет своем кармане необходимы для свой существования это та граница туда и дальше нужно посвящать свою жизнь уже служение все же ну и в тот час когда ты не можешь освободиться от от дела этого мира из-за необходимости обеспечить себе пропитание не удовлетворяйся той отрешенностью от мира который мы говорили лишь в сердце своем и вглубне души и тогда тот кто видит сокрытая вглубне твоей души поможет тебе осуществить твои помыслы обращены к служению к нему как сказали наши мудрецы и благословена их память каждый кто исполняет тору изучать ее исполнять заповеди в бедности в бедности со временем будет исполнять ее в богатстве всякий кто не исполняет тору будучи богатым ибо забота и имущество не оставляет его времени когда-нибудь не будет исполнять ее из-за бедности до перке вот знаменитая фраза он и простая мысль много раз озвучены даже тогда когда человек не может освободиться мы говорим из того что вот вот так для нас вот идеал а давайте будем работать ребята знаю там два часа в день а сто время будем учиться идеал или полдня будем учиться а полдня будем работать идеальная ситуация здорово это вот соответствует тому что мы говорили а что происходит если нет возможности найти работу на полдня или есть работа на полдня но финансовая обстановка ситуация такая что это явно придется рассчитывать на чудеса для того чтобы покрыть там свои расходы какие-то то ли непредвиденные то ли значит нужно работать целый день чего страшно даже тогда когда приходится работать целый день и тем не менее даже в этом можно тоже найти ту самую меру отрешенности которая который тем не менее будет давать человеку границу до этого места и не более того чтобы не было такого что человек подумал что все зависит от него то есть и чем больше часов тем больше заработать может быть и заработаешь больше но ты же не знаю сколько тебе расходов подбросят сверху чтобы это проверялось неоднократно надо знать что мы все не заработаем надо надо ставить границы оставлять время изучения тору торе то что называется к вьют постоянство это мы никогда не не отменяй кто отми отменит это постоянство будет работать думать что я буду работать еще больше еще больше еще больше да так сказать а потом когда-нибудь я заработаю я уже смогу сидеть учить тору это сама обман сты фантазии я должен знать это день который он сейчас живет ему никто не гарантирует что после этого еще будет завтрашний поэтому никаких планов о будущем надо строить сейчас сейчас что сейчас у меня есть постоянство какое вот там час учить тору два часа тору хорошо это тоже должен остальное надо работать работа пожалуйста уже одно это что человек думает это ограничивает себя в этом даже в такой ситуации когда он выжден много работает это уже та мера отрешенности которая тара требует от каждого из нас то отсюда и дальше он переходит к другим другим составляющим которые мы с вами перечислили которые нужно и как бы проявить этого нашего отрешенность торы о котором говорили кроме всего прочего которым что тут шла речь требуется обуждать свои чувства и движение органов видим их глазу дело его следующим образом то есть нужно тут и ведь у нас есть всякие разные органы чувств если у нас и сколько их 5 и вот он и говорит что эти органы чувств их нужно обуздать их надо обуздать начнем сколько успеем первое чего начинает интересно что у нас есть вторые намеками не намеками много сказано насколько надо хранить эти врата 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 у на человека есть врата и надо этих на на эти врата надо поставить судей полицейских надо поставить чтобы никто не контроль был кто они глаза уши осязание обаяния и вкус так так мы это понимаем теперь с чего он начинает казалось бы надо с глаз наше слабое место находится где на языке язык 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 он оказывается более наиболее бесконтрольный это язык даже глаза которые особенно контроля не имеет над ними хотя могли бы этого добиться а вот язык язык от него гораздо не то что он более даже бесконтрольный а вот от него вреда гораздо больше не только самому себе и всему окружению так вот он говорит так прежде всего обуздай свой язык и замкни уста свои понимаете видите сказано по-русски хорошо так культурно то есть несколько там заткнись или еще что-то не сказано по грубому это сказать молчи прекрати уже это сказано по простому обуздай свой язык и замкни уста свои удерживая от речей пустых пока не сделается для тебя более легким привести в движение самый тяжелый из органов твоего тела чем свой язык вай-вай-вай тут мы начинаем то есть это хорошее наставление он говорит так в принципе надо приучиться молчать молчание золото мая молчание золото молчание золото надо знать молчание золото сказано все знали молчать до молчание золото это не то есть говорить нет проблем у нас нет контроля над этим все говорим 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 молчать то есть не речь идет о такой случай когда у человека вообще никогда нечего что не сказать он молчу него молчит и такого я молчу не бреды хочется сказать про молчал не все что есть нам сказать нужно говорить не уже всех людей должны все это все это терпеть можно молчать выслушай да что рассказывать что рассказывать нечего что редкий случай когда человек должен может быть уверен что другой человек хочет слышать то что он говорит редкий случай молчать нужно с детства в начале когда дети маленькие не можем дождаться когда они начнут говорить а когда начинают говорить мы уже не можем дождаться замолчат и когда они подрастают они в принципе понимаю что взрослым что значит быть взрослым это говорить говорят 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 употребляют какие-то взрослые слова как мы можем коммуникация устанавливается как можно контактировать то посредством речи на говорит говорит занимает лет 10 а иногда и 20 понять что нужно молчать за это время не знаю что можно это и не нашли поймем так вот он говорит надо обуздать свой язык замкнув уста свои удерживать их от речи пустых так что речи которые у нас есть они не связаны ни с какой поиска мудрости не желанием в чем-то глубоко понять разобраться мудрость всегда много раз говорили об этом утро всегда она ничего не рассказывает она спрашивает мудрость она хочет знать не начинает утверждать спрашивает хочет понять поэтому все остальное это пустые речи пока не сделается для тебя более легким привести в движение самый тяжелый из органов своего тела чем свой язык так это 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 а в чем же отрешенность отрешенность должна состоять в том чтобы мы приучили свой язык молчать ведь нам так легко говорить надо его как бы сделать самым тяжелым органом своего тела органа своего тела самый тяжелый я не знаю какой да вроде да ну вот вот орган как сам не могу двинуть языком бывает такое иногда иногда есть такие ситуации когда когда не могу не могу двинуть языком отлично вот это хорошее 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 нас в шхуне в районе где где я живу был один покойный один человек которому сделали операцию на горло и он потерял дар и он не смог говорить у него эти метро и коль эти эти голосовые связки были нарушены он не мог говорить не было человека более радостного чем он не мог говорить он всем он всегда ходил с улыбкой со всеми здоровался писать он мог из того что он писал он писал очень мало он не был большим он писал о том что она с тех пор как я аниме я чувствую себя совершенно другим человеком будет какое-то счастье что я не могу никого не обидеть никому не могу ничего не заставить зла не говорить пустых речей ничего пустого я вдруг вдруг стал учиться я вдруг стал людей понимать я вдруг стал ибо язык более всех прочих органов тела торопится греху и грехи его многочисленнее чем у них всех из-за легкости и быстроты его движения и дела свои творит он с легкостью добрые злые без помощи со стороны и потому-то брат мой ты обязан стараться сдерживать свой язык властвовать над ним и не позволять себе никаких разговоров кроме тех без которых не можешь обойтись в том что связано со служением твоим и делами этого мира все же остальное ограничивая изо всех сил и тогда быть можешь убережешь себя от ущерба убережешь себя от ущерба снова эта мера отрешенность так по видим надо себя вести мы поставили воздержанность в отношении языка и речи впереди прочих видов воздержанности относящихся к прочим чувствами органов виду особой трудности именно этого вида как говорит об этом царь вид кто человек жаждущий жизни стремящийся к долголетию чтобы видеть благо ай удержи свой язык от зла и уста от обмана и в наших святых книгах предостережение относительно необходимости быть неблагословным находится на видном месте благодаря многочисленности их и широкой известности я надеюсь все понимают о чем речь идет речь идет о злословии и известно что второй храм был разрушен из-за злословия при этом когда вспоминает причины разрушения первого храма же там речь шла о кровопролитии о идолопоклонстве о перелюбодеяниях то выясняется что эти самые три страшные греха они как бы злой язык оказывается еще больше их и это еще больше грех чем чем это до такой степени возможности этого греха не настолько велики что практически нет человека который может удержаться от от этого от злословия даже не понимает что он злословие поэтому единственная возможность которая которая есть уберечь себя от все этого это по крайней мере стараться сдерживать свою речь настолько насколько возможно по этой причине он говорит мы начинаем с этого это самое слабое место человека да то есть она самая она 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 ну то который может причинить наибольший вред менее на менее сдержан в этой области поэтому нужно начинать с него начинать с него если ты желаешь прояснить для себя то что я писал о многочисленных о многочисленности грехов причина которых не воздержанный язык возни на себя труд запомнить все что вышло из твоих уст в течение одного дня в общении с людьми если сможешь записать то сделай это а потом ночью когда будешь свободным от своих дел пропусти все это через сердце свое и мысли и проверить что из всего этого было необходимым а что разрешенным но бесполезным для себя что несло себе вред поскольку это было обман или сплетни или клятвы или злоречия тогда откроется тебе твои недостатки обнаружатся перед тобой твои грехи и помни они постоянно также как ты помнишь грехи твоих врагов если будешь делать это постоянно то не пройдет много времени ты справишься в этом и речи твоя станет более краткой а ведь он не просто так он дает нам практически совет все очень просто как добиться этого легко говорить ну за прекратите злословие а хочется поговорить это наоборот вся вся весь цимыска говорит весь весь все удовольствие это промыть кому-то косточки поговорить найти недостаток ком-то сказать он такой он сякой обозвать кого-то это удовольствие именно это все запрещено все запрет он практически на любое неодобрение по отношению к любому человеку имеется ввиду тогда когда это правда когда это неправда это проходим по другой статье это да правда нельзя говорить плохо другого человека вообще вообще естественно есть ситуации особенные при которых для пользы это надо это учить когда это можно сказать но в принципе это все запрещено как можно этого добиться ведь он как бы предвидеть что когда-то придет время и цивилизация научится записывать не только там наверху озан шамат что все слышно там но и мы сами вот изобретем магнитофон а сейчас это вообще прям тут находится с нажатием кнопки всего лишь записать себя в течение целого дня а потом прослушать один раз и увидеть насколько наши речи могут быть излишними неуместными не мудрыми проделав это еще раз еще раз как бы посмотрев на себя со стороны в зеркало появится у нас силы появится понимание с этими силой и мотивация укротить себя в этом это то что он говорит и вместо того чтобы много говорить заведи себе обычай много думать вместо того чтобы много говорить заведи себе обычай много думать постоянно размышлять и делать отчет перед самим собой ибо мысль это свеча которую ты вносишь свое сердце отчет перед собой солнце которое озарит мрак царящий глубина души твоей чтобы открыть и без открытая там доброе и дурное а вот язык а язык врата души если язык не будет под предсмотром и не будет бережно хранить то что в глубине глубина глубинах души то врата сокровища будут широко распахнутыми из них выйдет от что ты не желаешь чтобы она бы пошло вышло и станет видимым то что не по нраву тебе что она будет видимо если ты охранишь эти врата то ты хранишь сокровищницу и то что в ней как сказал мудрец даже глупец молчащий мудрецом сочтет сочтен будет ведь как сказать даже даже глупец но если он молчит может быть сочтен мудрецом что больше этого и что он говорит надо себе завести привычку привычку заведи себе обычай вместо того чтобы говорить страшное дело думать размышлять делать вот этой хэшбон эфиш как тут отчет перед собой что тут можно добавить как он говорит ибо мысль это свеча который ты вносишь свое сердце а разговоры это все потушить это человек говорит он все что-то что-то выходит из его души выходит 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 принципе там меньше света становится вопреки законам физики все выдавайте себя чего не остается а человек который мысли это свеча которая вносит свое сердце а если человек делает отчет перед собой фу это солнце которое озареет мрак царящий в глубинах души твоей то дорогие друзья мы тут остановимся следующий раз займемся глазами отсюда и дальше всего доброго привет и зарусалим я я Продолжение следует...